Как пиво – неотъемлемая часть футбольного матча, так и спарринги – неотъемлемая часть тренировочного процесса, особенно у бойцов, которые готовятся к боям. Привет, ласковые тираннозавры! С вами Федорович, а в этом видео я вам покажу спарринги профи бойцов UFC, которые зашли слишком далеко и превращались из тренировки в мясорубку. Да это и неудивительно, ведь каждый пацан в зале хочет посадить на жопу профи бойца, а потом в чебуречное рассказывать про то, какой он крутой боец. Но вот обычно профи бойцов это злит, и все бывает наоборот. Жакаре Соуза в Белом Рашгарде является многократным чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу, также бойцом UFC и бывшим чемпионом Strikeforce. Слишком близко принял к сердцу вызов от накачанного бойца и решил компенсировать разницу в бицепсе жесткими ударами. Дональд Цироне в черных шортах, топовый боец, бывший претендент за звание чемпиона в легком весе UFC. Принял вызов от непонятного дракона, который наверное решил, что жизнь боль и хотел уйти красиво. Ну в принципе так и получилось. Джон Джонс, самый молодой чемпион UFC за всю историю в полутяжелом весе, хотел показать пацану мастер-класс. Ну как говорится, я был трезв, а она без макияжа, поэтому не срослось. И мастер-класс превратился в нокаут. Если хочешь убить полководца, сначала убей его коня. А если хочешь пойти в профи, сначала победи его на тренировке. Юрая Холл в белых перчатках, обладатель черного пояса по кикушин карате, бывший чемпион рок, финалист ультимат файтер, нынешний боец UFC в среднем весе. В легкой и расслабленной манере показал пацанам, что не все так просто в этой жизни. В легкой и расслабленной манере показал пацанам, что не все так просто в этой жизни. Пока выбьешь место под солнцем, наступает ночь. Карлос Кандид в синем шлеме, бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе, решил поделиться опытом с военными. Но один из них принял такой визит вежливости, как свой шанс получить славу и благосклонность единственной женщины-кухарки в армии. Поэтому решил зарубиться всерьез. Субтитры создавал DimaTorzok Ник Диас в красных перчатках, бывший чемпион Strikeforce в полусреднем весе и нынешний боец UFC немножко переборщил с ударами. Субтитры создавал DimaTorzok Если проблему можно решить, то беспокоиться о ней не стоит. А если ее решить нельзя, то беспокоиться бесполезно. Так же и с бойцовским опытом. Главное понимать, с кем ты его хочешь получить и не лезть туда, где можно получить только синяки. Вандерлей Сильва в зеленой футболке, бывший чемпион Pride в среднем весе и топовый боец UFC. На своих спаррингах особо их не отличал от реального боя и всегда рубил по полной. То любителей, то профессионалов. Когда идешь в пивнуху, то полчаса кажутся мгновением, а когда дерешься в ринге, то три минуты кажутся вечностью. Камаро Усман в черной форме, победитель Ultimate Fighter и чемпион UFC в полусреднем весе, устроил жестокую зарубу, так же с профи бойцом Майклом Джонсоном. Да такую, что мужиков пришлось растаскивать после гонга. Деньги то начинают кончаться, то кончают начинаться. Так и мои видео пролетают так быстро, как песок сквозь пальцы. Поэтому напоследок парочку очень быстрых спаррингов от топовых файтеров UFC. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. Пускай не рубятся на спаррингах, а в комментах напишите, какие самые жестокие спарринги у вас были. Против профи или против трех беляшей с бутлем пива? Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Как бы не отходим из этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба. Вот так. Два, два. Клодрата одна, да? За дистанциями. Короче, я вот что делаю. Хлоту вырываю ключицу, это ключица вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий стиль. Начинаем. Атака слева, атака справа. Атака слева, атака справа. Это называется лепить. Наше упражнение. Секретный комплекс упражнений по милитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Ставил. Какой интеллот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да? Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз идти. Ничего не успевайте. Это убит.